Всегда тех людей, которые только начинают свои первые шаги. И вот одна из проблем, с которой сталкиваются трейдеры, это связано с тем, что люди входят в рынок, неправильно оценив объемы средств, соответственно, не понимая, что рынок очень волатильный и очень рисковый. Вообще, по идее, считается, что финансовые рынки, такие как фондовый рынок, валютный рынок, Форекс, рынки самые высокорискованные, соответственно, доходность, хотя на них, конечно, максимальная, но в то же время это самые высокорискованные риски. Что это за риски и каковы они? Ну, чтобы долго не даваться подробностей, как говорится, единственное, что скажу, что высокий риск предполагает быструю потерю денег абсолютно всех. Причем сразу и буквально очень быстро. Тем не менее, существуют определенные правила и законы, которые позволяют избежать этих рисков, которые называются money management, то есть управление искусством, управление деньгами. И одним из элементов этого подхода к рынку заключается в том, что, естественно, понимать, какие риски тянут собой торговля на Форексе. Осознав эту ситуацию, осознав этот момент, тогда у трейдера возникает понятие о том, что необходимо на этом рынке соизмерять свои риски. Ну вот об этом мы и поговорим. А сейчас непосредственно по правилам, которые существуют, те, которые, как говорится, использую я. И, соответственно, причем хочу сказать, что эти правила, которые я использую в своей реальной торговле, и, собственно говоря, которые помогают мне держаться, не то чтобы держаться на плаву, а, в принципе, даже позволяют заработать, зарабатывать, и причем это делается стабильно. И вот хочу добавить, что пусть не смущает само название money management или управление капиталом, связанное с рисками, ничего сложного в этом нет. И надеюсь, я в этом вас сегодня убедить. Так, ну что ж, поехали. Понятно, что очень важно войти в рынок, правильный объем, поскольку именно этот показатель в совокупности с размером стоп-лосс и определяет риск каждой операции трейдера. Опытный трейдер всегда заранее определяет процент риска от своего торгового капитала в каждой сделке. Ну а теперь попробуем понять, из чего складываются эти моменты, как правильно определить эти риски и каким объемом, соответственно, необходимо заходить в рынок для того, чтобы эти потенциальные риски не были убийственны для вашего депозита. Ну, прежде всего, работать на финансовых рынках необходимо с небольшим капиталом. Ни в коем случае под это дело, особенно в начальном этапе, особенно начинающим трейдерам, привлекать для этого кредиты и ресурсы и занимать деньги, скажем, у знакомых, друзей, родственников. Необходимо понимать, что на начальном этапе торговли очень высокий риск потери денег. И причем этот риск очень высокий, самый высокий и предполагает быструю потерю денег абсолютно всех. Я уже об этом только что говорил. Что значит начинать торговлю небольшим капиталом? Нужно ясно представлять себе, что торговля небольшим капиталом представляет собой часть бюджета, который вы себе можете позволить для того, чтобы научиться торговать. Для этого категорически запрещается использовать все, абсолютно все ресурсы, которые у вас есть. И уж тем более, как я уже сказал, нельзя под это брать кредиты и занимать средства у знакомых друзей. Тем более брать деньги у знакомых людей. Каков его объем? На самом начале я объяснял всем слушателям, что этот объем средств, которые вы хотите использовать в торговле, потери которого не должно быть убийством для вашего семейного бюджета. Или скажем так, лучше всего использовать тот объем, который возобновляем, скажем, ежемесячно. Если у вас есть какой-то источник дохода, скажем, вы постоянно работаете или, скажем, имеете какой-то доход с какой-либо этой деятельности, то использовать сумму, то есть сумма здесь должна быть такая, чтобы у вас оставались, как говорится, средства для дальнейшей жизни. Вообще в правилах инвестиционных идей, одно из правил гласит о том, что в рискованные активы, каковым является рынок Форекс и торговля на финансовых рынках, на фондовых рынках, необходимо использовать сумму, которая была бы возобновляемая. То есть, если 100% капитала, который используется для инвестиционной деятельности, то необходимо в рисковые активы инвестировать те средства, которые были бы, скажем так, компенсированы за счет более надежных вложений. Ну, скажем, если у вас постоянный источник дохода, банковский депозит, который на сегодняшний день предполагает от 5 до 9% годовых, у вас есть зарплата, скажем, то от этой зарплаты, скажем, доход может составлять, то есть вы можете использовать средства от зарплаты приблизительно, скажем, 5-10% те же самые, то, соответственно, инвестиционный фонд также принимает решение. Основную львиную капитала инвестиционный фонд, как правило, приобретает активы с наиболее высокой надежностью. Ну, например, таковыми являются государственные облигации. К сожалению, на сегодняшний день говорить о доходности по гособлигациям, говорить уже можно только условно. Почему? Потому что текущая геополитическая экономическая ситуация связана с тем, что доходность по гособлигациям практически ничтожна. Но в данном случае здесь можно использовать, скажем, от 3 до 5% доход от этих облигаций. И только 3-5% инвестируется в рисковые актиры, на фондовый рынок или покупка каких-либо акций, облигаций, акций, или, скажем, размещаются средства на валютном рынке, покупается золото и так далее. То есть, скажем, предположим, что основной капитал вкладываются в 30-летние американские бонды. Стоимость этих бондов порядка 100 тысяч долларов. Ежегодный доход от него составляет приблизительно 2-3%. Соответственно, 2-3% от суммы инвестивного капитала можно использовать в торговле на валютном рынке Форекс. То есть, в данном случае от 100 тысяч это приблизительно 2-3 тысячи долларов, которые вы можете себе позволить выделить для торговли на Форексе. Тот же самый подход можно использовать, если, скажем, у вас есть какой-то свой семейный бюджет или, скажем, постоянный источник дохода. То в этом плане я рекомендую вам использовать не весь семейный бюджет, а приблизительно от 2 до 5, ну, может быть, в некоторых случаях до 10% от этой суммы ежемесячного дохода. Скажем, если у вас доход составляет порядка 50 тысяч рублей в месяц, то, естественно, доход для того, чтобы научиться торговать или, скажем, начать торговать на этом рынке, предполагается использовать не больше 10%, скажем, не больше 5 тысяч рублей ежемесячно. То есть, определив для себя именно вот этот уровень, который вы используете для торговли на Форексе, вы переходите ко второму понятию, которое называется использование частичной маржи. То есть, от этой суммы, которую вы использовали для открытия торгового счета и завели на торговый счет, скажем, 5 тысяч рублей, то, естественно, в данном случае открывать позицию рекомендуется не на весь депозит в 5 тысяч долларов, а использовать только его часть. В данном случае правило money manager говорит, что используем опять же от этой суммы 5% от величины депозита. То есть, ваш риск должен составлять не больше 5-10% от депозита. В данном случае есть такое правило, как правило 5%. То есть, если вы совершили сделку, и цена пошла против вас, и ваши убытки достигли порогу значения 5 и выше процентов от этого депозита, то считается, что вы вошли в рынок неправильно, либо на рынке возник некая ситуация, связанная с форс-мажором. Нельзя сидеть, пересиживать убыточные позиции больше, чем 5%. Соответственно, если вы входите в рынок, 5% от депозита, это составляет порядка около 250 рублей. То есть, если цена пошла против вас, и убыток у вас составил 250 рублей, соответственно, считается, что ваша позиция была неправильна, и, соответственно, из этой позиции надо выходить. Это правило 5%. Я хочу настроить камеру для того, чтобы показать все это наглядно на экране. Мы с вами договорились, что для того, чтобы начать торговлю на этом рынке, мы используем приблизительно 5-10% от суммы, которую вы можете выделить из постоянного источника дохода. Постоянный источник дохода вы можете здесь использовать в качестве этого дохода. Это семейный доход, зарплата какая-то или какие-то отчисления по банковским депозитам. То есть, необходимо иметь постоянный источник дохода. Почему? Потому что особенно это актуально на начальном этапе, когда вы только осваиваете финансовые рынки. Потому что, как я уже говорил, рынок рискованный, и, соответственно, очень высокий риск потери денег. Поэтому, чтобы это не было катастрофично для вашего семейного бюджета, нужно твердо поддерживаться принципов 5-10%. Ну, скажем, как я уже говорил, если у вас есть доход, скажем, 50 тысяч рублей, то сумма должна быть не меньше, вернее, не больше 5 тысяч рублей от вашего семейного дохода ежемесячного. Это первое правило. То есть, нельзя использовать весь семейный бюджет для инвестирования на финансовые рынки. Второе. И уж тем более нельзя для этого использовать кредитные ресурсы. Следующий показатель – это использование частичной маржи. Частичная маржа. Что это значит? Это значит, что если вы открыли депозит, вошли в рынок и цена пошла против вас, то когда предполагается выход из этого рынка с минимальными потерями? То есть, вы поняли, что цена пошла против вас и вы вошли в рынок неправильно, то, как правило, в этом случае используется не весь депозит, а только его часть. То есть, если ваши убытки достигли величины 5%, считается, что вы в рынок вошли неправильно. Но эти 5% могут быть либо достаточно, скажем так, быстро достигнуты, либо это может быть хорошей поддержкой для открытых позиций. Было бы замечательно, если бы цена, скажем, вы вошли в рынок и цена пошла сразу в вашу сторону. Очень часто бывает так, что цена идет против вас, а чаще всего так она и бывает. И необходимо иметь возможность держать просадку, скажем, временную просадку, которая в данный момент идет против вас. Это, в принципе, здесь должен использоваться разумный предел вот этих вот просадок и потенциальных убытков для того, чтобы иметь возможность, скажем, дождаться продолжения тенденции, на которую вы рассчитываете. В данном случае, естественно, понятно, что здесь, в частичной марже, в рынок мы входим не всем балансом. Но чтобы была понятная моя мысль, то приблизительно рассуждать нужно следующим образом. Если, например, вы хотите, ну, я надеюсь, что многие знают, что это казино, вы приходите туда со 100 долларами и, естественно, подходя, скажем, к рулетке, вы можете сделать ставку сразу, делать ставку 100 долларов на какое-либо число. Соответственно, здесь очень высокий риск, скорее всего, что вы деньги потеряете. Либо можно подойти к этому делу, разбив, скажем, эти 100 долларов на 20 фишек по 5 долларов и 20 раз сделать ставку на какое-то число. То есть в данном случае шансы здесь, то, что цена, то есть то, что попадет в выигрыш, именно на ваше число, здесь, естественно, увеличится. Здесь то же самое. То есть вот этот депозит, который вы заводите, открываете в метатрейдере, естественно, его нужно делить на часть, на несколько частей, для того, чтобы вы имели возможность несколько раз войти в рынок, если срабатывает стоп-лосс. То есть каждый стоп-лосс, каждое срабатывание убытков не должно быть в данном случае уже катастрофическим для вашего торгового счета. Ну и 5%. То есть если вы вошли в рынок, цена пошла против вас, и ваши убытки достигли 5% от депозита, соответственно, считается, что вы вошли в рынок неправильно. Соответственно, из такого рынка необходимо выходить. Далее. Необходимо придерживаться правила соотношения прибыли к убыткам 3 к 1. Что это значит? Значит, это значит, что если вы предполагаете, ваши потенциальные риски, скажем, будут составлять одну часть, то потенциальная прибыль должна быть у вас никак не меньше, чем в 3 раза больше, чем ваши потенциальные убытки. Но, грубо говоря, если вы решили, что вы постоянно будете рисковать, скажем, 30-40, ну давайте скажем так, вы решили, что ваш размер стоп-лосса будет составлять не больше 50 пунктов, 4 знака после запятой, то ваш профит, ваша цель, получение дохода больше, чем 150 пунктов. То есть у вас должна быть нацеленность на получение такого дохода по отношению к вашим потенциальным рискам. Поехали дальше. Как этот принцип можно использовать непосредственно в своей торговле? Если вы открываете график и видите, что на графике у вас возникла, скажем, некая консолидация или сформировался канал, в котором двигается цена, ну давайте возьмем по поводу консолидации. То есть возникла некая такая консолидация. И вы решили в этой консолидации поторговать. То есть при подходе к поддержке открываете позицию на отбой, наверх, либо если цена приходит на сопротивление, вы открываете позицию на продажу. Естественно, встает вопрос, где поставить стоп-лосс. В данном случае здесь все понятно. Выставляем стоп-лосс за, то есть если мы входим в рынок, убедившись, что произошел отскок, мы открываем позицию на покупку или, скажем, убедившись, что цена пошла на отбой, убедившись в этом, мы выставляем позицию стоп-лосс выше границы канала сверху или ниже границы канала снизу. То есть вот ваши потенциальные убытки, если цена пойдет против вас. И предположим, что ваш стоп-лосс здесь будет составлять приблизительно 50 пунктов. Соответственно, ширина канала, в котором вы собираетесь торговать, должна быть больше 150 пунктов. То есть здесь происходит, то есть мы используем саму логику, саму суть торговли 3 к 1. Понятно, что рынок, скорее всего, отобьется от поддержки или, скажем, от сопротивления в сторону канала. И, соответственно, если цена отбивается от поддержки или отбивается от сопротивления, то целью этого движения является противоположная граница этого канала наверху, в данном случае, и здесь внизу. То есть рынок всегда будет пытаться достичь вот этих целевых значений. Не имеет значения, это консолидация или это идет торговля, или цена идет в тенденции. Отбившись от линии поддержки, цена всегда пытается стремиться достичь линии сопротивления, в данном случае, здесь. То есть ширина канала здесь или цена, или когда идет цена вниз. Соответственно, отбившись от сопротивления, рынок пытается достичь нижнего края канала. Вот эта ширина канала. Так вот, вот эта ширина канала здесь, здесь или здесь должна быть в данном случае в три раза, должна превышать в три раза больше, чем ваши потенциальные риски. Соотношение 3 к 1 имеет еще другое значение. Очень важное. В данном случае, понятно, что в начальном этапе торговли у вас очень высокий риск потери денег. Но даже в том случае, если вы используете основные простые правила торговли, то само математическое понятие соотношения 3 к 1 выведет ваш депозит в положительную сторону. Простые правила заключаются в следующем. Ну, во-первых, торговля в канале, торговля в консолидации, то есть, обязательно постановка стопов, обязательно выбор ширины канала не меньше, чем 150 пунктов, если стоп лосс у вас 50 пунктов. Обязательно торговлю в сторону основной тенденции, в данном случае наверх, или торговля по тенденциям вниз, предполагает следующий момент. Предположим, что вы в течение какого-то определенного времени совершили 10 сделок. И предположим, что из них 7 сделок было убыточных, и только 3 сделки были прибыльные. То есть, чаще, предположим, что чаще трейдер торговал в убыток, чем положить, чем в прибыль. Но даже в этой, казалось бы, тяжелой ситуации, все равно, выполняя простые правила money management, все равно получается у вас положительный баланс на вашем торговом счету. Как это выглядит? Давайте возьмем, опять же, соотношение 3 к 1. Это значит, что предположим, что у вас стоп-лосс всегда был не больше 50 пунктов. А профит, прибыль, ваша составляла всегда больше 150 пунктов. Ну и тут уже математически понятно, что 7 раз сработал стоп-лосс по 50 пунктов, ваши убытки составили бы 350 пунктов. с другой стороны, вы бы заработали только 3 раза, то есть профит у вас был только в 3 случаях. Но если бы вы забирали профит не меньше 150 пунктов, то тогда общая прибыль составила больше 450 пунктов. То есть, вы видите, что в итоге баланс все равно оказался плюс 100 пунктов. баланс оказался положительным. Несмотря на то, что чаще вы торговали в убыток, чем в прибыль. Этому также еще способствует, если у вас есть определенная торговая стратегия или торговая система, которая дает вам четкие правила уровня входа в рынок, уровень постановки стоп-лосса и уровень взятия прибыли. То есть, любая стратегия или любая торговая система всегда предполагает не только точку входа для покупки либо продажи какого-либо актива, также правильная торговая система или торговая стратегия предполагает сразу определение уровня стоп-лосса и определение уровня взятия прибыли. То есть, выполняя вот эти простые правила или, скажем так, дисциплинированно торгуя, то, естественно, результат сразу покажет вам положительный баланс. Это что касается соотношения прибыли к убытке 3 к 1. Далее, дальше, теперь поговорим о том, как правильно рассчитать объем позиции в каждой сделке. То есть, теперь самое главное, подходим, каким объемом необходимо торговать, понимая, что есть риск получения стоп-лоссов, причем достаточно часто, стоп-лоссов, как мы видим, и чтобы при этом вот это большое количество стоп-лоссов не уничтожилось депозит, а наоборот, даже в этой ситуации все равно приносило вам доход. Для этого существует очень простое правило, очень простая формула. Сейчас мы об этом поговорим. Я ее запишу. то есть, каким количеством лотов или каким объемом необходимо торговать в каждой сделке. То есть, лот какое количество лотов необходимо использовать в своей торговле. Существует право. Значит, риск риск на каждую сделку умноженное на капитал то есть, на депозит и умноженное на коэффициент 0,01. Еще раз повторяю. Риск на сделку умноженное на размер депозита капитал и умноженное на коэффициент 0,01. Все это мы делим на риск на сделку в пунктах на сделку в пунктах. Да, хотел бы сказать, что риск на сделку в процентах. Естественно, извините, пожалуйста. Риск на сделку в процентах. А здесь риск на сделку в пунктах умноженное умноженное на стоимость пункта. Умноженное на стоимость пункта. На стоимость пункта для целого лота. вот это простое правило. Значит, что такое количество лотов, вернее, что риск на сделку. Что такое риск на сделку в процентах? Риск на сделку в процентах это желаемый риск на сделку в процентах от капитала. То есть, вы решили, что вы будете рисковать определенным процентом от вашего депозита. Дальше. Капитал. Ну, это размер депозита. Коэффициент 0,01. Это тот коэффициент постоянной величины, который не меняется. Далее. Риск на сделку в пунктах. Что это за понятие? Это риск на сделку в пунктах четвертый или второй знак после запятой, который равен одному пункту. Это размер стоп-лосса в пунктах, которые вы для себя определяете. Давайте для примера приведем следующее значение. Предположим, что наш капитал депозит равен тысяче долларов. Депозит наш или капитал составляет тысячу долларов. Далее. Следующее слое. Стоп-лосс мы решили в пунктах равен 50 пунктов. Повторяю, это четвертый знак после запятой. 50 пунктов. Возьмем валютную пару евро-доллар евро-USD. Для чего? Для того, чтобы определить стоимость пункта и равен он, если мы берем четвертый знак после запятой, один пункт равен 10 долларов. Это мы в том случае, если берем целый лот. Для одного лота, для целого лота. Желаем риск на сделку составляет, мы с вами договорились, риск на сделку. на сделку составляет 5%. Вот такие условия мы для себя взяли. То есть обычные условия, которые мы я лично сам использую в своей торговле. Депозит 1000 долларов, стоп-лосс пунктах у нас равен 50 пунктов, четвертый знак после запятой с учетом. Взяли, возьмем для примера евро-доллар, где цена одного пункта, четвертый знак после запятой равен 10 долларов для целого контракта. И риск на сделку составляет 5% от депозита. Давайте эти значения подставим в формулу. Что получается? Получается следующее. Риск на сделку в процентах составляет у нас 5%. То есть 5 умножаем на размер депозита 1000 и умножаем на коэффициент 1 сотую. И все это делим на депозит, то есть на риск на сделку в пунктах. Риск на сделку в пунктах у нас составляет 50 пунктов, умноженное на стоимость пункта для целого лота. Для целого лота стоимость пункта у нас составляет 10 долларов. 10 долларов. Ну и соответственно проводя вот эти вот математики проведя вот это математическое задание, то есть вычислив это значение, мы получаем, что для депозитов 1000 долларов максимальный объем, с которым мы входим в рынок составляет 0,1 лота. То есть вот размер капитала, в котором вы входите, то есть размер контракта, если вы уходите в рынок при депозите в 1000 долларов. Соответственно ваш этот размер 1,1 лота, то есть это максимальный объем, которым предполагается торговля, конечно она может меняться в зависимости от того, какой у вас депозит. Понятно, что если у вас депозит больше, соответственно и размер здесь контракта тоже будет больше. Кроме того, если вы выставляете, меняете риск на сделку, стоп-лосс в пунктах и процентах. Соответственно и здесь тоже все это будет меняться. Но честно говоря, для меня является именно вот этот расчет краеугольным камнем в моей торговле. То есть я стараюсь рисковать не больше, чем 5%, хотя например у меня знакомые с фондового рынка говорили, что вообще считается нормой риска не больше 2-3% от депозита. Потери свыше 2-3% от депозита считается торговлей неправильной и соответственно трейдер совершил ошибку, которую надо исправлять. Кроме того, считается, что 1000 долларов это маленький депозит, а тоже считаю, что в данном случае это маленький слишком депозит. Разумнее всего в этом плане с таким расчетом использовать депозит скажем в 2000 долларов это тот самый баланс, который вообще нивелирует понятие риска 5%. Здесь уже можно риск выставить не 5%, а 2,5-3%. То есть в этом плане вы минимизируете риски, что для меня важнее, чем, скажем, получение дохода. Почему? Потому что еще раз повторяю, количество сделок убыточных чаще всего больше, чем количество сделок прибыльных. Так вот, для того, чтобы одна прибыльная сделка нивелировала все мои убыточные сделки большое количество, необходимо, чтобы риски были минимальные, мизерные риски. В данном случае это наиболее предпочтительный подход лично в моем понимании. Вот, собственно, такие вот простые правила для торговли, которые необходимо использовать в своей торговле. Ну, давайте теперь перейдем непосредственно к графикам, посмотрим то, что сейчас происходит на финансовых рынках и попробую эту ситуацию прокомментировать. Задавайте вопросы в чате, с удовольствием буду на них отвечать. настрою камеру. Хочу добавить, что те семинары, которые я сейчас провожу, эти семинары повторяющиеся еженедельно. То есть, с понедельника до четверга я читаю эти семинары, они повторяются. Вот. И с октября месяца у меня будет дополнительно новый семинар, посвященный непосредственно моей торговой стратегии, с которой я постоянно выступаю в обзорах, в 12-часовых обзорах. Так что, если будет желание, пожалуйста, присоединяйтесь в дальнейшем, следите за анонсами. Теперь непосредственно переходим к текущей ситуации на финансовых рынках. Задавайте вопросы в чате. Как выполнить правило 3 к 1, если входит в созделок, сделок хороший, а пропорции не выполняются? Давайте так, Валерий, значит, ситуация с этим делом очень для меня простая. Для меня тоже, то есть, простая в том плане, что было бы замечательно, если бы это правило действительно всегда выполнялось. Но, к сожалению, бывает так, что, как сегодня я вам продемонстрирую, я очень грамотно зашел в рынок, но, к сожалению, вот эти вот колебания, возврат к линии пробои, вынесли мы ее часть позиции и вынесла по безубытке. Что я делаю? Есть ли цена? Я вам продемонстрирую непосредственно на примере. Как из данной ситуации выхожу я? Очень хороший вопрос. Спасибо, что вы его задали. Значит, смотрите, что получается. Если мне удалось, то есть, возьмем предположить, на такую консолидацию. Предположим, что мне здесь удалось открыть позицию на покупку. Естественно, здесь я выставил стоп-лосс ниже уровня, за каналом. И в конце концов, цена пошла в мою сторону. То в данной ситуации, когда цена проходит половина пути, то я в этой ситуации забираю прибыль, которая здесь появилась. Но забираю я половину контракта. То есть, если я зашел одним лотом, одним лотом, то в данной ситуации здесь я половину контракта закрываю, клоус, забираю прибыль. А на оставшуюся часть, на оставшуюся часть, я этот стоп-лосс, который здесь выставляю, переношу без убыток. То есть, выставляя себе маленькую прибыль, приблизительно один пункт. И жду дальнейшего развития событий в сторону цели, куда я, собственно говоря, открывал позицию. То есть, если цена пошла в мою сторону и прошла приблизительно половину того пути, который я предполагал, то здесь я закрываю половину позиции, половину контракта. А на оставшуюся часть, стоп-лосс, которую выставлял здесь, я переношу в без убыток. И дальше уже, грубо говоря, я как бы оставляю эту позицию, открываю другие валютные пары, там еще свои возможности совершить сделки. При подходе к верхнему краю канала, в данном случае здесь, я закрываю оставшуюся часть, оставшийся контракт, который у меня здесь, собственно говоря, остался. Там я закрываю все, что там у меня было открыто. То есть вторую половину контракта я здесь тоже закрываю. Но это если консолидации. С другой стороны, если на рынке возникает ярко устойчивая тенденция, ярко устойчивая тенденция, то здесь немножко тактика другая. Если кто помнит, то я открываю позицию следующим образом. То есть жду импульсного движения наверх. В этот момент я жду, когда возникнет ситуация с коррекцией. жду коррекционный отказ. Желательно, чтобы он имел форму трехволновой структуры. То есть первая, вторая, третья волна. Если цена отбивается от нижнего, то есть если цена останавливает свое коррекционное падение в данном случае, иначе возобновляет свой рост, то я жду момента, когда цена пробьет вот эту самую опорную точку. То есть первая, вторая, третья, конец второй волны или волны B, как в некоторой литературе пишут. Я жду, когда цена его пробивает. И как только цена пробивает эту вершину, я открываю позицию наверх. В данном случае, если цена идет в мою сторону, а чаще всего в 60-70% случаев, цена сразу, при пробое данного уровня, уходит к предыдущей вершине. При подходе к этой вершине, здесь, я позицию половины контракта закрываю. Close. То есть, вот здесь, естественно, стоп-лосс. То есть при подходе, то есть я здесь купил, открыл позицию на покупке. При подходе к предыдущей вершине, половину контракта, я здесь закрываю, половину. А на оставшуюся часть, я переношу без убыток. И жду, когда цена продолжит свое дальнейшее движение дальше. Вот в данном случае, это в том случае, если тенденция была в рост или на падение. Та же самая стратегия. То есть понятно, что если здесь стоп-лосс у меня должен быть, ну скажем, я здесь считаю, желательно, чтобы стоп-лосс здесь, конечно, был маленький. Так вот, стоп-лосс здесь будет маленький в том случае, если характер тенденции движения наверх будет очень крутой. То есть тенденция наверх будет очень крутая. Для этого лучше всего это когда на рынке выходит новость и как реакция на какую-то новость. То есть движение наверх для меня важно, чтобы было не вот такое, а необходимо, чтобы движение наверх было крутое. Чем круче движение наверх, тем лучше тогда есть тем меньше, скажем так, размер стоп-лосса. То есть выходит новость, рынок реагирует достаточно остро. Я жду, когда будет коррекционный откат. Как правило, коррекционный откат очень маленький, минимальный. И соответственно, когда цена пробивает вот эту самую опорную точку, я открываю позицию наверх. Стоп-лосс, как правило, здесь очень маленький. То есть характер движения должен быть максимально крутым наверх. А здесь, конечно, стоп-лосса приходится выставлять за предыдущую впадину. Стоп-лосса бывает здесь достаточно существенная. Очень хороший вопрос. Спасибо вам, Валерий, за этот вопрос. Продолжаем дальше. Продолжая дальше отвечать на ваши вопросы. Так. Новички не любят соблюдать правила. Новички хотят 100% в месяц. Да, Семен, к сожалению, это, как правило, часто показала практика. К сожалению, так оно и есть. Но в моей практике был один интересный случай. У меня занятие прошло, ну, как говорится, нелегально или, скажем так, не совсем в разрешенном виде, так сказать. Прошел обучение 16-летний парень. Даже не 16, а ему 15 лет. То есть ученик школы. Там большими убеждениями родители попросили, чтобы он прошел у меня обучение. Так вот, забавная ситуация. У нас несколько лет назад в компании Альпаре всем тем людям, которые прошли обучение нашей компании, на счет зачисляли 30 долларов. Депозит 30 долларов, который можно было снять и который либо можно было на них торговать. Маленьким объемом. Пройдя двухнедельное обучение, плюс еще практическое там занятие, он походил у меня несколько раз. Я потом в дальнейшем с удивлением увидел, что в течение двух недель после окончания торговли, то есть обучения, данный молодой человек с 30 долларов увеличил свой депозит до 90 долларов. И он мне показал свой стейтмент. Я был поражен тем, что как очень дисциплинированно в этом плане торговал данный молодой человек. То есть я заметил, что вот по всей видимости здесь оказало влияние то, что у него школьный возраст и по всей видимости у него было некое доверие ко мне как к преподавателю. То есть понятно, что школьники, особенно в очень юном возрасте, доверяют тем словам, которые говорят взрослые учителя. Соответственно и подход у него к торговле был очень дисциплинированным. И за две недели он смог с 30 долларов увеличить депозит до 90 долларов. Вот такой забавный случай был. Далее. Если стало понятно, что цена пошла в другую сторону, ждать пока выбьет стоп-лосс или надо сразу закрывать позицию. Ну Михат, я уже в принципе как бы ответил на ваш вопрос уже заранее. Вообще для меня в моей торговле самым тяжелым является забор прибыли. Почему? Потому что когда я вхожу в рынок, я сразу выставляю стоп-лосс и собственно говоря здесь мне ничего не беспокоит. Я прекрасно понимаю, что если цена пойдет в мою сторону, то стоп-лосс работает и я не потеряю больше запланированно. А с другой стороны возникает проблема. В связи с тем, что если я отхожу в рынок и цена идет в мою сторону, к сожалению я не смогу, я не могу выработать для себя стратегию забора прибыли. То есть я не умею определять возможность, когда прибыль надо забирать. Полностью всю прибыль. То есть в этой связи я не использую отложенные ордера на забор прибыли. И в связи с этим у меня постоянная проблема. То есть я не могу в этом плане определиться, где, когда надо забирать прибыль. Так вот, понимая свою проблему в этом плане, я вышел из него, я вышел из него и использую эту практику, которую я только что продемонстрировал. То есть если цена пробивает вот эту самую пресловутую точку и цена идет в мою сторону, то я забираю половину контракта при подходе к предыдущей вершине текущего тренда. Или скажем, если эта цена была внизу, то есть шла вниз, цена подошла к впадине, то там я закрываю половину контракта. На оставшуюся часть в этот момент я выставляю без убыток. Я вам сейчас продемонстрирую, как сегодня я использовал эту стратегию в своей торговле. Да, Семен, к сожалению, не только у вас эта проблема. Вот я вам сейчас продемонстрирую то, что сегодня я торговал. И очень больно и обидно из-за того, что, собственно говоря, я считаю, что позиция была очень хорошая и, скажем так, она была потенциальной. Тем более, что цена пошла в мою сторону. Вконтакте я выложил сегодняшний семинар. И там в конце, я потом снова пересмотрел, оказалось, что я не закрыл программу. И я там в самом конце, где-то минут за пять до окончания этого видеоролика, там оказалась запись моей торговой сделки по евро-доллару и по доллар-франку. То есть вы можете посмотреть эту сделку и сейчас я вам ее продемонстрирую непосредственно. Непосредственно сейчас запись я сейчас ее найду. Так, сейчас я ее найду. Так. Вот здесь вот тот ролик, который я выложил сегодня. Вот он. Если посмотреть внимательно, вот здесь вот в конце этого ролика. Вот этот, оказывается, ну вот по евро-доллару и сейчас открою позицию. Вот я запрашиваю котировку, выставляю объем и продаю. То есть сходу продаю. Вот цена пошла в мою сторону. То есть вот открыл позицию. В дальнейшем, если посмотреть, цена провалилась дальше вниз. То есть здесь вот. Ну надо подождать. Это евро-доллар. Я вам сейчас, то есть вот он, эта позиция я открыл на продажу. Это евро-доллар. И тут же я открыл еще позицию на покупку доллар-франк. Вот. Вот он этот момент. Вот. Посмотрел я доллар-франк, вот запрашиваю котировку и открываю позицию на покупку. Посмотрите, где я выставил стоп-лосс. Я выставил стоп-лосс за впадину сразу. Но в дальнейшем цена пошла в мою сторону. То есть здесь я трейлинг стоп выставил. То есть подтянул другой еще один стоп. Ну это уже как бы ограничение прибыли. Вот открытая позиция наверх. А теперь покажу результат. К сожалению, вот он доллар-франк. И вот в тот самый момент, к сожалению, позиция оказалась выбита. То есть вот здесь при пробое я встал наверх. И вот это касание, посмотрите, выбило мой ордер, который выставлял за, если кто помнит, за прошлую впадину. Вот сегодняшняя торговля. К сожалению, вот они мои стопы, которые сработали. Вот. Доллар-франк. То есть цена пошла в мою сторону. Я этот стоп, который выставил здесь, перенес без убыток. Но часть позиции я все-таки успел закрыть. Вот, пожалуйста. То есть зашел я целым контрактом по доллар-франк, купил его. Часть позиции закрыл. 53 доллара 99 центов. А наставшуюся часть я выставил без убыток. Вот 90, если вы посмотрите, 97,734, на 735 выставил без убыток. И, к сожалению, вот при этом откате, на 5-минутном графике очень хорошо видно, вот на этом откате, позицию мою закрыла. То есть рынок закрыл позиции. Потом все равно пошла цена наверх. Очень обидно. Это что касается доллар-франк. Ну что ж, вот так вот сработала данная моя не очень, ну скажем так, стратегия. И по евро-доллару произошла та же самая ситуация, когда я, вот, пожалуйста, по евро-доллару я открыл позицию на продажу. Часть позиции я успел забрать прибылью 54 доллара 0,8 контракта. А на оставшуюся часть евро-доллар я выслал без убыток. Вот 68 на 67 один пункт прибыли. То есть 1 десятого пункта прибыли. То есть в этот момент, когда я открыл позицию на продажу вот здесь вот, я открыл позицию на продажу целым контрактом. Цена упала, 0,8 контракта я закрыл с прибылью, а на оставшуюся часть, которую здесь я выслал без стоп-лосса, я выслал без убыток. Но, к сожалению, вот такой был выброс. Цепануло мой стоп, закрыло позицию без убытка и, собственно, цена стоит на месте. Вот такая стратегия, которую я использую в своей торговле, да, она, конечно, грешит проблемами различными, да, то есть недостатками, но по-другому я не торгую. Почему? Потому что, несмотря даже на постоянность, если мы продемонстрируем вам свою торговлю, пока, конечно, рановато я еще, я обычно в конце недели, вот, в последней неделе, посмотрите, все мои сделки за вот вчера, сегодняшний день, к сожалению, не очень удачные дни оказались, в итоге баланс плюс 374 доллара, больше половины позиций, если приглядеться, были закрыты со стопами, вот 87,92, без убыток был закрыт, здесь вот, ну, часть, я успел передвинуть стоп-лосс, и он был, сработал с учетом 65 долларов. Посмотрите, все, больше половины сделок у меня закрылись без убытки, даже некоторые с убытком, и несмотря на это, у меня все равно оказался положительный баланс плюс 374 доллара, вот, то есть, тем не менее, хоть, хоть в этой стратегии большое количество недостатков, той, которую я вот в данный момент использую, тем не менее, 200-300 долларов, вот, мне удалось заработать за эти два дня. Так, вопрос, я по евро-доллару выставлял отложник buy-100 по цене 1,668 на 5 минут, не было терминала, цена вернулась к ордеру. Ну вот, собственно, такая стратегия. Давайте сейчас разберем текущую ситуацию, мне нравится, как думаете, есть ли я смысл разбираться с усреднением, хочу уйти от стопов. Семен, я использую усреднение, к сожалению, да, хочу признать, что все равно я использую усреднение, но только один раз, то есть, стратегия очень простая, усреднение, на самом деле, дело неплохое, но вопрос стоит в том, как правильно им воспользоваться, чтобы была понятна моя идея, почему усреднение я использую в своей торговле, посмотрите, пожалуйста. Усреднение надо использовать тогда, когда есть выраженная тенденция, а можно в предыдущую неделю показать по прибыли. Юрий, прошлую неделю я уже выложил в пятницу, то есть, вы ролик, если посмотрите, там ролик, и под роликом есть в данном случае мой стенд, просто не хочется загружать, тратить время, тем более, у меня его мало осталось, просто в пятничный обзор, там посмотрите, ветка обсуждения, там я выложил за предыдущую неделю результат своей торговли, так что, пожалуйста, там можете посмотреть. Так вот, по поводу усреднения, вообще, честно говоря, к усреднениям я отношусь крайне, скажем так, негативно, но усреднение и усреднение и урознь, в данном случае что я имею ввиду, вот идет тенденция, скажем, наверх тенденция или выраженная тенденция вниз, понятно, что поймать самый верх в этой тенденции, встать вниз практически невозможно, или скажем здесь, было движение коррекционно откат наверх, и поймать самый верх, чтобы встать вниз здесь практически невозможно, но тем не менее, иногда такое случается, для этого, если мы посмотрим часовой график, был коррекционный откат наверх, посмотрите, пожалуйста, вот идет тенденция вниз, была пробита предыдущая впадина, тенденция шла вниз, коррекционный откат, сформировалась вершина, после этой вершины сформировалась новая впадина, пробитие предыдущего впадина, тенденция, как говорится, в работе, сейчас идет коррекционный откат, В этом коррекционном откате, конечно, желательно бы вставать вниз при пробое этой опорной точки. Или, скажем, когда это было здесь, вот тоже здесь была пробита опорная точка, при пробое здесь надо было вставать вниз. Но рынок давал цену лучше. То есть, главная идея в том, что если цена пробивает какую-то опорную точку, вы открываете позицию в продажу. Но при этом еще цена опять возвращается к краткосрочному выше уровня точка входа. То есть, вы открыли позицию на этой линии вниз, а цена совершила откат еще раз наверх. Но при этом не сломала главную тенденцию вниз. То в данном случае я всегда усредняюсь, добавляя один раз, добавляя контракт лучше, чем который был. То есть, если я здесь открывал позицию при пробое данной разметки, то при откате наверх, при этом если структура волны не меняется, то есть это коррекционный откат, то в данном случае, естественно, я здесь добавляюсь. Вот на этом подъеме. Но при одном условии. Я добавляю позиции всегда так, чтобы, вернее, во-первых, чтобы была тенденция, а во-вторых, я обязательно выставляю стоп-лосс за предыдущую вершину на оба контракта. Я это делаю всегда. Вот приблизительно такая стратегия, которую я использую в своей торговле. Надеюсь, что все было понятно. Ну что ж, на этом я завершаю свой сегодняшний семинар. Спасибо всем, кто был со мной сегодня. Завтра у меня в 3 часа дня будет опять третье занятие. Теоретически снова успешной торговли. Присоединяйтесь. Ежедневно с 12 до 12.20 я провожу ежедневный обзор финансовых рынков. Иногда бывает так, что в режиме онлайн я совершаю сделки. В конце недели выкладываю свои результаты торгов. С вами был Газизов Марат. Берегите себя, свои деньги. Желаю вам удачи. До встречи завтра. Субтитры сделал DimaTorzok